Здравствуйте, я вам хочу сказать еще про демидерацию рентгеновского изучения. Это демидерация высоких гармоник при ионизации. Процесс это таково, что в периодическом автоматическом поле происходит ионизация атома или молекулы, электрон сначала открывается и под действием поля удаляется от атома, а дальше возвращается и, взаимодействуя с ионизованным столом, изучает высокие гармоники излучения. Я рассмотрела две работы, одна из которых экспериментальная, вторая чисто теоретическая, и собираюсь вам сказать о результатах. Это работа из группы Каптейна в Колорадо. Каптейн – это главная. Ну, так. Это и шаг он пошел. Он даже не полосал. Он просто не делает. Он не делает. Я его видел, честно. Он не собирает. Первая работа в округом 19-м году в физико-мордец. И она имеет как экспериментальную часть, так, немного теории. Суть эксперимента заключалась в том, что на связи с звуковой струей газа, в данном случае рассмотрим его СО2 и Н2О, два видов газа, СО2. Сначала импульс накачки, который с длиной волны 800 нм и длительностью с 25 фемтисекунд. Данный импульс был получен по помощи титонсофиру лазера. Который приводил к элементации молекул. Дальше более мощным импульсом. Дальше более мощный лазерный импульс, таким же, тоже на 800 нм, взаимодействовал с уже аримитированными молекулами и измерялся интенсивность. То есть здесь приведена зависимость интенсивности. Гармоники 31 для СО2 газа и 25 гармоники для Н2О у нас в зависимости от задержки между импульсом накачки и оба импульсом. Эта задержка определяла поворот молекул. Накачка выстраивает молекулы. И чем длительнее импульс, тем мощнее накачки, тем выстраивание будет более сильное. Придель можно всех выстроить в одном направлении. А пробный импульс, они так его называли, но он пробный более мощный, чем накачка, и короткий. Он создает мгновенную ионизацию. И в зависимости от того, как группа молекул была ориентирована, ионизация приводит к разным результатам. Вот это как раз изучается. А выстраивает эти электрогиплоны на самолете? Да. Существует лининг приезонной для ионизации выстроен сначала. Они его сделали длиннее и ослабили. Это накачка ориентационная. А есть еще накачка ионизационная, которая называет проб. А видно, что ионизация не высоко работает? Наверное. Наверное. Может быть, они хотят... Какую они сделают? Круговую? Для ионизации круговую? Ну, можно или ионизацию? По-моему, какие-то проблемы с возвратом электрона к ОСТОВУ есть, если мы круговую поляризацию ставим? То есть, по-моему, он только на линейной поляризации работает? Да, на линейной поляризации работает. Так что, на ней в такую же линейной оставишь? И это от того же лазера все импульсы, оба, они у тебя в лазерном состоят? Да, такой импульс накачки был растянут, и на самом деле. У него длительность 25 пинтосекунд, у импульса проб просто 25 пинтосекунд, у импульса 25 пинтосекунд. И, соответственно, интенсивность на порядок больше. Видно, что имеются пики интенсивности при некоторых значениях временной задержки. Причем временной задержки соответствуют дробным периодам. Народным периодом движения диполя в поле внешней волны. Они же, когда мы внешнюю волну прилагаем лазерную, то диполь начинает в ней колебаться. И когда они все сошлись по направлению, вот это оптимальный вариант, что они звучит. Потом они снова разойдутся, вот через какое-то время снова сойдутся. Как снова сошлись, опять оптимальные задержки. Ага, да. Были получены пики на время задержки до 1,16-й от полного времени. Не помню. Полного времени ориентации? Ориентативно. Потому что здесь на этом высоте, к сожалению, очень плохо видно, но здесь приведены не только экспериментальные данные, которые черные, может, на нужный рисунок, как вот соответствует эти квадратику... Видно, что есть еще и красный-синий, соответственно, красный — это довольно-таки простая модель двух центров для изучения высшего романа, а синий соответствует более сложной теории Это как-то есть ссылки, к сожалению, сложно сказать, определенное название По тому, из данных спектров данной зависимости можно извлечь информацию о дипольном моменте для данных данных, что также было сделано Диполь, вроде, молекулы Соответственно, здесь приведены зависимости дипольного момента для разных гармоник и разных переходов и переходов, соответствующих разным главным моментам Электрона в начальном состоянии и в конечном То есть вот эти два часа соответствуют значению момента электрона Это как-то расчеты, что ли, соответствующие разным переходам вращательных молекулей, сколько они дают вклад в генерацию гармонии? Да Ну, честно, тут, как я сказала, есть результаты теории, названные на счет генерации гармонии И из нее, при помощи, в ней есть параметры, которые можно подогнать экспериментальным данным и из них извлечь информацию о дипольном моменте Вот что и было сделано здесь Ну, а разные дипольные моменты, там 3-1, 3-3, 1-1 Да, разные дипольные моменты и, соответственно, разных гармоник и двух То есть такая методика позволяет не только получать высокие гармоники, высокочастотное изучение, но еще и исследовать структуру молекул Ну, и исследовать, как они относительно друг друга сориентировались Да, структуру молекул и их ориентация относительно друг друга Вообще, я сейчас... да, то есть по этой работе я уже... нечем больше добавить Идеи понятны В общем, по работе это тоже, ну, примерно, с почти той же группой Это чисто теоретическая работа, статья вышла в этом году Здесь представлен метод получения суператасекундных импульсов Ну, в зерктостенкент они называют все, что меньше одной антосекунды Вот чуть-чуть меньше, это уже зеркто у них Идея следующая В данной работе предлагается использовать более... То есть, как в предыдущей работе, где на накачке было 800 нм В данной работе предлагается использовать более длинную... Длинную... Мы используем накачку с большей длинной волны Конкретно здесь у них исследование 7 нм... 7 нм... 7 и больше При увеличении длины длинной волны накачки Уменьшается вероятность обратного возвращения электронов к радиостову, с которого он оторвался Но, как показано здесь, что для генерации высоких, очень высоких германик, это не так уж и плохо Ну, вообще, вообще... Ну, это не только неплохо, а даже хорошо Потому что... Импульс... При изучении... При взаимодействии изучается импульс Также... Который, если же совершается повторное возвращение электронов к радиостову Могут изучаться еще пакеты импульсов И не могут интерферировать Здесь показано, что... Если таких импульсов два И при выборе соответствующей фазе Можно добиться очень тонкой структуры В пакете... То есть, при интерференции двух импульсных пакетов И каждый... Который будет соответствовать этим мотосекундным импульсам Ну, надо не только тонкой структурой получить Чтобы получить ее с девтосекундной Это должны быть уже килоэлектронвольтные энергии импульсов То есть, очень высокие гармоники А чтобы они реализовались, надо, чтобы электрон Приобрел достаточно большую энергию для удара назад А он может приобрести большую энергию, только когда далеко отойдет довольно В поле сильно ускорится Поэтому и надо бы переходить все в более длинноволновом источнике В средней ЭК Если в оптике оставаться Вот там... При технической достиженности, которая у лазеров есть Сейчас и в этих средах Не достичь такой большой энергии А у электрона не получишь А у электрона вообще не можно получить В средней А у лазеров? СО2 что? Ну, это категорически работает Они рассчитывают на 7,7 Нет, это у них граница 7,7 Они рассчитали в теории Любой лазер длинной волны больше, чем 7,7 нм Ну, это метр СО2 Лазер длинной волны больше, чем 7,7 Микрометр Да, микрометр И тут переведены результат численного анализа Электроны... Электроны... Здесь переведен спектр электронов... Они... Как сказать, электронов каких? Они спектр... Фононов из ученых Фотонов Фотонов Из ученых И... То есть они до УКЭУ Да, до УКЭУ Да Конкретно в данном числе в эксперименте реализовывались и 3-го Реализовывались и 3-го порядка То есть в 3-го порядка, значит, 3 раза электрон возвращался Да Они и думают Они это... Да Мы это численный эксперимент Ну, это численный эксперимент Ну, так же в этой работе было сказано, что для достижения наиболее тонкой структуры Нужно поставить только 2 события переосеяния так, чтобы они были сравниваны друг с другом для достижения наиболее тонкой структуры На каких-то высоких гармониках На высоких гармониках, да Кто вернулся к атому А кто второй раз еще вернулся через период И вот для высоких гармоник Может казаться, что они одного порядка И именно те гармоники будут как раз проявлять для них конференции важные А для гармоников с низшими номерами Конечно, первое столкновение дает гораздо большую интенсивность А модуляция второго будет очень мелкая Такую тонкую структуру предлагает звукать при помощи фильтров В том числе эффекта по интенсивности И в расчетах получены субсекундные импульсы с энергиофотоном до 6 геометров При накачке есть микрономик Главное, у них модуляция была одна То есть у них это просто модуляция импульса вот с таким С периодом порядка 1 секунды Что такое yield? Это в основном процессе Это что? Число фотонов, как интенсивность Я так слушаю, потому что это наоборот Ну, единицы, есть это единицы А поскольку мы словно не единицы, то это значит Наверное, какая интенсивность В доле фотонов У вас есть еще? Ну, это все, это последний сайт Собственно, вот он результат, что можно получить суперпикой По секунду импульса При помощи такого механизма У них достаточно длинная волна накачка Понятно Основное утверждение, теоретически новое Это состоит в том, что если воспользовать длинноволновый лазер накачки, например, СО2 То тогда можно Энергию электронов Возвращающуюся к атомам Или их молекул Имеет достаточно большой Для генерации уже Килоэлектронвольтных гармоник А при этом, если Электрон еще второй раз вернется То тогда Для этих килоэлектронвольтных гармоник Можно получить сравнимые интенсивности Значит и модуляция будет На этих гармониках тоже будет заметна И вот эта модуляция у них приближит В суперпактосекундном диапазоне Но насколько велика она Это еще вилами на воде Можно получить здесь Какой-то интересный эффект Неизвестный Полгода, кстати, ясно Прошло полгода с момента Подальше Я говорю, что для Американской группы вообще много То есть со скрипами Скорее всего Но сама группа Это очень активно Вопросы есть еще? Тогда Наша задача К понедельнику найти Еще трех добровольцев По турбулентности И филмодоровским спектрам Всем спасибо 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 Субтитры Material Спасибо.